В начале заседания глава города Марина Дбар поблагодарила весь депутатский корпус за активную позицию в условиях пандемии коронавируса. Народные избранники не самоустранились, а приняли самое живое участие в оказании помощи нуждающимся. Адресную помощь получили около 6 тысяч человек. С волонтерами движения мы вместе навестили ветеранов войны, уделили внимание всем почетным гражданам города Брянска, оказали поддержку сотрудникам системы образования, учителям, воспитателям. Несколько тонн продуктов отвезли в больницы. Работа Совета впервые проходила в режиме видеосвязи. Эта мера принята в целях безопасности и профилактики распространения коронавирусной инфекции. В повестке дня более 20 вопросов. Один из них касается школьного питания детей-инвалидов. Депутаты дополнили список категорий, обучающихся в муниципальных, общееобразовательных и специальных коррекционных образовательных учреждениях города, имеющих право на бесплатное питание. Теперь льготой могут воспользоваться дети-инвалиды, не имеющие статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. С 1 сентября на их питание будет выделяться 52 рубля. Ранее сумма составляла 7 рублей. Этот вопрос неоднократно вызывал дискуссии и споры у родителей, чьи дети имеют статус «ребенок-инвалид», но не причислены к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы расширяем этот список таковых детей. В результате город Брянск выделяет денежные средства на организацию питания этих детей. И насколько сегодня был рассмотрен вопрос, из бюджета города Брянска будет дополнительно выделено полтора миллиона рублей, для того, чтобы до конца года таковое питание было организовано. Депутаты приняли решение оказать меры поддержки предпринимателям, бизнес которых пострадал от пандемии. Два раза уменьшаем потяжи по ЕМВД, по земельным налогам, для тех организаций, которые являются организаторами ябл. То есть выпадающая сумма поддержки у нас более трех миллионов рублей. Внесены изменения в правила землепользования и застройки. В зоне индивидуальной жилой застройки теперь можно размещать стационарные медицинские объекты. Это, в частности, позволит в перспективе приступить к возведению нового корпуса 4-й городской больницы на улице Бежицкой. Еще один большой и важный вопрос – изменения в городской бюджет. У нас существенное увеличение доходной части городского бюджета. На 2020 год – это 403 миллиона рублей в обществе у нас к величинству бюджет. В первую очередь, благодаря тому, что наши подрядчики, работающие по автомобильной дороге улицы Советская, перед гиграфикой работают, мы готовы в этом году закрыть этот контракт. В этом году завершится строительство детского сада и школы в районе старого аэропорта. Увеличено финансирование программы инициативного бюджетирования. В этом году жители очень активно выступили в этой программе. Порядка 10 проектов было представлено. Это различные направления. Глубустройство территорий, скверы, местногорских захоронений, игровые площадки. 100 миллионов рублей поступит из федерального центра на внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками. Брянск вошел в эту программу после визита в наш город комиссии Министерства транспорта. Это позволит полноценно управлять транспортными потоками с использованием искусственного интеллекта. Александр Новиков, Александр Жучков. События. Брянск.